Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исайи, 28 глава. 28 глава начинается с пророчества против Северного Царства, против Самарии. Северное Царство, как известно, прекратило свое существование и пало в результате нашествия астерийцев в 722 или, может быть, в 721 году до н.э. То есть это пророчество относится еще к тому времени, когда существовало Северное Царство, когда со столицей в Шамроне, в Самарии, и когда астерийцы еще только угрожали его существованию. Здесь Северное Царство сравнивается с венком. Венок, который плетут из цветов, атерет. Вот здесь говорится об этом самом венке. Венку уподобляются жители, обитатели этого Северного Царства, прежде всего его правители. «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Ефремляне – Десятиколенное Северное Царство со столицей в Шамроне. Названы здесь пьяными. Это метафора тоже. Пьяный человек обычно не понимает, что он делает, совершает глупые поступки, говорит глупые слова, преувеличивает свои возможности. Часто такой человек, который сильно пьян. Вот здесь глупые поступки, глупые слова и преувеличение своих возможностей уподобляются пьянству, пьяному человеку. Гордый человек, пьяный, он глуп в очах Господа. И здесь вот говорится «горе венку гордости пьяных ефремлян». То есть «горе вам, ой», так начинается этим междометием это пророчество. «Ор это терет геут, щикорей эфраем». Дальше в синонимическом параллелизме стоит циц, цветок, бутон, красивое убранство его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Пройдет совсем немного времени, и это пророчество исполнится, и действительно наступит горе. И для города Шамрон, столицы Эфраема, расположенной на вершине горы одноименной, и вообще северному царству. В результате нашествия сирийцев и Шамрон будет уничтожен, Самария, и все остатки десяти северных колен будут отведены. Большинство из них, этих жителей Израиля, Северного царства, будут уведены в пределы коренной Ассирии, будут депортированы ассирийскими императорами. Саргоном, саргоном пятым, увядшему цветку красивого убранства его. Вот эта метафора пьянства, она часто используется в священном писании. Пьяный, но не от вина, спотыкается, пророк произносит глупые речи, спотыкается, как бы священник, пророк, но не от вина, от своей глупости. Глупость, неправильные поступки, привлечение своих полномочий, своих возможностей ограниченных, по гордости своей человек часто преувеличивает свои возможности, словно пьяный. Вот. Дело в том, что при последнем царе, при царе Гошеа, Северное царство вступило в антиассирийскую коалицию. Гнев, тем самым вызвав ассирийского владыки, и не замедлило прийти на Казани, ассирийские полчища оккупировали уже небольшое совсем, к тому времени, Северное царство, и осадили Шамрон. Поэтому не нужно было вступать в антиассирийскую слабую коалицию, руководимую слабым к тому времени Египтом. Нужно было все-таки оставаться в ассальной зависимости от Ассирии. Видимо, как в этой самой зависимости находилось южное иудейское царство, руководимое в то время юным, но вполне благоразумным царем Ахазом. Но вот северяне поплатились за собственную гордость, за собственные ошибки во внешней политике. А самое главное, конечно, за то, что они были неверны своему Господу, с которым не сохранили завет, не сохранили союз. Верность этому союзу нужно было хранить прежде всего. И тогда никакие бы внешние враги, даже самый лютый враг Ассирия, не могли бы угрожать свободе и независимости этого народа. «Вот крепкие и сильные у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергает его на землю». «Крепкие и сильные у Господа» — это астерийские полчища. Ведь они тоже придут на землю ефремлян, на землю Израильского царства, не без воли Господней. Сам Господь их направит для наказания собственного народа, Десятиколенного царства. «И как ливень с градом и губительный вихрь, вихрь, смерч губительный, он уничтожает все на своем пути и приносит бедствия и гибель всему живому. Разлившееся наводнение бурных вод, часто мы видим в интернете, по телевизору, какие бедствия приносит наводнение, особенно когда бурные селевые потоки обрушиваются с гор, сметая на своем пути селения вместе с их обитателями, дома, машины и все остальное. Вот так же и уподобляемый этому ливню, этому вихрю, этому наводнению бурных вод, враг обрушится на Самарию, обрушится на северное сарство, на ефремлян, и силою повернет его на землю. Что будет с этим венком убранства пьяных ефремлян? Он будет «ногами попираем», третий стих, «ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян». Гордость, торжество, праздник, обычно человек связывает радость праздничную со множеством убранства, красоты, цветов, и вот здесь этот цвет втаптывается в грязь, этот венок гордости пьяных ефремлян, то есть сами ефремляне. «И с увядшим венком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тот час берет в руку и проглатывает ее». Первая созревшая смоква недолго провисит на ветке дерева, ее тут же путник срывает, отправляет в рот, съедает. Вот то же самое будет с ефремом, с северным израильским царством. Очередная метафора, в данном случае ефремляне уподобляются этой скороспелой смокве. И в тот день, в день наказания Самарии, в день наказания Ефрема, 5 стих, «в тот день Господь Саваот будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего». В тот день, здесь, по всей видимости, это выражение имеет не эсхатологическое, а конкретно историческое значение, то есть день поражения, день взятия с сирийцами Шамрона. Вот в тот день Господь будет великолепным венцом. То же самое слово «атерет» в 5 стихе, что и в 1. Только если в 1 стихе было «атерет геут», венок гордости, венок гордыни, то в 5 стихе говорится об «атерет цви», о красивом венке, или, как в синодальном переводе, «великолепном венце». Хотя термин тот же, но в 1 стихе это венок, в 5 венец, но одно и то же слово «атерет», с разными дополнениями, с разными прилагательными. Вот там это венок гордости, здесь это венок красоты. Подлинная красота она в Господе. Человек должен украшать себя исполнением заповедей Господних, украшать себя смирением пред Господом. Бог гордым противится, а смиренным дает спасение и благодать. И вот здесь, кто же такие остаток народа? Вот этот шаерит, очень важный термин и для Исаии, и для других пророков. Остаток народа, тот остаток, который остается после наказания Господом, он этот урок наказания от Господа усваивает, изменяет свое поведение и получает от Господа спасение. Меняет направление своей жизни, идет путем праведности, перестает идти путем греха. И вот этот остаток, шаерит, остаток спасенных, он здесь, скорее всего, обозначает собой обитателей Южного царства Иудеи. Южное царство было пощажено ассирийцами, не было разрушено ни в результате нашествия Теглад-Паласара III, ни Саргона, ни других каких ассирийских завоевателей, воинов. Оно устояло и просуществует дольше, на 135 лет дольше, чем Северное царство. И уже вавилоняне покончат с его независимостью и будут вавилоняне тем же для Южного царства, чем ассирийцы были для Северного. Здесь остаток — это Южный народ, Иудейское царство, которые хранят верность Господу, поступают благоразумно. Правда, не всегда. И были в Южном царстве цари благочестивые, такие как Изякия, точнее его имя произносится Хискиягу, или, как скажем, праведный царь, реформатор Йошиягу, Йосия. Ну а между их царствования были разные цари, тот же самый Ахас не всегда поступал благоразумно. Ну а что говорить о Менаше, Менассии, который царствовал более полувека, и при нем Южное царство впало в полную апостасию. Торжество и дало поклонство и многобожие, и в самом Иерусалиме был осквернен Дом Божий, и совершались культы всякой мерзости, и всякие мерзости сопровождали эти чужеземные культы. Об этом красноречиво пишет 4 книга царств, и каждый может прочитать, что там творилось. Поэтому Южное царство тоже, в конце концов, было Господом наказано, и вот после этого плена остался все-таки остаток. Остатка не осталось от Северного царства. Северные колена были распылены, разбросаны по Осирии, по Мидии, по самым дальним пределам. Кто-то отождествляет современные пуштунские племена в Афганистане с ошметками, остатками десяти северных колен. Элементы материальной культуры, да и духовной культуры пуштунов заставляют некоторых ученых строить такие предположения. Ну, как бы там ни было, от Северного царства не осталось даже остатка, а вот небольшой остаток, шеерит, от Южного царства останется и вернется по эдикту персидского царя Кореша. Правильно так произносится имя, вовсе не Кира Кореш, потому что Кир — это матерное слово на персидском, будем произносить Кореш. И по этому эдикту 538 года остаток вернется, восстановит Иерусалим, восстановит храм, и этот самый Вавилонский плен будет для остатка Южного царства, Южных колен, колен Ягуды, Леви и Беньямина. Будет такого своего рода, этот плен будет мощным противоядием против идолопоклонства, за которое они в плен тогда и отправились. Так вот, Господь будет великолепным венцом от эры цви и славной диадемой для остатка народа своего, для остатка иудейского народа, но не израильского, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Человек совершает правый суд, он хранит правосудие, совершает цдаку, он поступает как цедок, поступает в рамках цедок, то есть он поступает как цадик. Вот если этот судья, сидящий в судилище, так поступает, значит он поступает по Божьему, по заповедям и Божьим, не берет взяток в пазуху и правильно судит. И вот Господь дает ему эту правду, он источник правосудия на самом деле, только Господь. И вот если таким духом движется судья, то он поступает праведно и достоин похвалы. И мужество отражать врага тоже дает Господь. Все от Господа. И человек, который на Господа полагается и хранит верность своему Богу, такой человек будет поступать праведно в судилище и будет отражать неприятеля до ворот. По сравнению с северянами, южане поступали именно так, но до времени, потом они тоже уклонились от правого пути. И причем пророк не избегает их критики в их адрес. Он сурово обличает и южан своих соотечественников. Ишая, Ишаягу, Исайя был жителем Иерусалима, столичным жителем столицы Иудейского царства. И многократно в его книге, в книге Исайи, звучат суровые инвективы, обличения, выговоры в адрес своих соотечественников южан. Дальше, в общем-то, все, что следует дальше, относится как раз к южанам. И эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Секера, крепкий напиток, шахар, и вино, яин. Здесь служат тоже метафорами. То есть священник и пророк поступают неправильно, совершают неправильные поступки, ошибаются. Как пьяный обычно идет и спотыкается. Так вот и эти тоже ошибаются в своих действиях. Пророки в своих пророчествах. Вовсе не в прямом значении здесь следует понимать, не в прямом смысле вино и шахар, а именно как метафору неправильных действий. Они в видениях ошибаются, в суждениях спотыкаются. Хотя, если провести медэкспертизу, они вполне трезвы, и ни одной промилле в их крови нет. Ибо все столы наполни отвратительную, блевотиною. Нет места. Очередная метафора пьяный. Он не только спотыкается и шатается, он еще и извергает содержимое. То, что он выпил, его организм не принимает. И обычно там, где он находится, за тем столом, за которым он сидит, этот стол покрывается омерзительной, отвратительной блевотиной. Вот здесь то, что делают священники-пророк в Иерусалиме. Ну, наверное, священник неправильно учит закону Господню, а может быть и занимается синкретизмом, то есть наравне с Господом чтит всякую гадость, всяких идолов. А пророк вовсе не Божьи слова говорит, а свои, причем выдает их за Божьи. То есть совершенно люди запутавшиеся. И все их учения, и их действия, и их слова здесь уподобляются отвратительной блевотине. Есть такое в одном месте, в древних преданиях, есть такое истолкование, что если сидят двое за одним столом, и между ними нет слов закона Господня, то столы их полны отвратительной блевотиной. Ссылка на Исаию 28.8. Если же двое сидят, и между ними в их беседе постоянно присутствуют слова закона Господня, слово Божие в их устах, то тогда уже говорится, что между ними обитает божественное присутствие шхина. Вот так поступают священник и пророк. Здесь в единственном числе, но собирательные имена, видимо, имеются в виду многие священники и пророки. По контексту мы понимаем, что речь идет о лжепророках, а не о пророках Господних. Истинные пророки часто подвергают критике своих оппонентов и лжепророков. Хотя в Ветхом Завете, как мы знаем, в Еврейской Библии отсутствует термин для обозначения лжепророка. Лжепророки тоже называются просто на Ви, просто пророками, как здесь, так и в других местах. Лишь из контекста мы узнаем, что речь идет о лжепророке. Так вот, они еще и говорят, кого хочет он учить ведению, видимо, Исаия, что ты нас учишь, кого он хочет учить ведению, знанию, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов. Ну, уподобляется народ иудейский младенцам, которые ничего не понимают, ничего не разумеют. Заметим, что в девятом стихе слова говорят, в оригинальном тексте нет, добавлено синодальным переводчиком, набрано курсивом, добавлено по смыслу. Просто кого хочет он учить ведению, так начинается девятый стих. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правила на правила, правила на правила, тут немного и там немного. Конец цитаты оппонентов Исаии. Человеческие заповеди, человеческие правила, на которые нагромождаются другие заповеди и правила, как еще Лев Шестов сказал, «Человека кашей не корми, а подай ему систему». То есть слово Божие перетолковать, истолковать так, как тебе выгодно, придумать разные перетолкования, истолкования божественных заповедей, чтобы тебе было удобно и хорошо, чтобы ты приспособился к ситуации. Так вот, здесь еще и такая интересная игра слов. Цавва-цав, цавла-цав, цавла-цав, кавла-кав, кавла-кав, це-ир-шам, це-ир-шам. Очень так поэтично, ритмично звучат эти слова. Может быть, здесь звукоподражание даже какое-то присутствует, не будем исключать. Зато лепечущими устами, вот это вот цав-цав, как бы лепечущие уста. Ну и придут другие народы, придут ассирийцы со своими полчищами, вавилоняне уже придут против Иерусалима. Возможно, это пророчество относится еще, конечно, ко времени ассирийцев. Вспомним нашествие в 701 году, нашествие Санхирива, когда царь Езикия, Хискиягу, проявил все-таки монаршью мудрость и послал ему дары, иначе с Иерусалимом было бы покончено. Но прежде всего он, конечно, проявил духовную мудрость, обратился ко Господу, Господь помиловал и в один миг поразил тьму ассирийцев у врат Иерусалима. Так вот, с точки зрения иудеев, они говорили на непонятном языке, лепечущими устами, лепетали что-то непонятное, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Хотя официальным языком был Ашури и был язык арамейский арамит, но было множество народов в полчище ассирийском, в полчище того же Санхирива, который в 701 году устроил поход против Финикии, против филистинских городов и против иудеи. Как обычно, в армии большой империи в нее втягиваются войска других народов. Вспомним монгольское полчище, которое выбрало из себя армии многих и многих народов. Вспомним армию Наполеона, состоящий из многих армий, вот так же и у ассирийцев, и впоследствии у виланян, множество народов служили в их войске. Войско у них большей частью было регулярным. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. Вот они сами лепетали, что не попадя, как пьяный. Цав, цав и так далее. Зато к ним будут говорить языком, который они не поймут. На чужом языке будет говорить враг-оккупант-завоеватель. А почему? Потому что они не внимали наставлению. Пророк Исаий и другие говорили им, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. Покой в Господе, в верности Его завету. И стало у них в результате непослушания Господу что? 13 стих. Стало у них словом Господа совсем не слово Господне. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Пьяному легко разбиться, пьяному легко попасть в сеть, и вообще вступить куда ни попадя, оказаться в ловушке. Вот то же самое будет с вождями и руководителями народа современников Исаии. Они будут уловлены. Хотя Господь до времени щадил Южное Царство, Южный Народ, но наступило время, когда и он был завоеван неприятелем. Господь попустил этому свершиться, чтобы спасти остаток, Господь наказал многих. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Уже ясно и конкретно здесь Исаия говорит пророчество против Иерусалима. Хульники, лицим, лец это кощунник, хульник, в первом псалме сказано не сидит в собрании развратителей, вот там как раз слово лец, термин, лицим, это те, кто насмехаются, когда, это можно сказать, циники, которые над серьезными вещами, над теми вещами, пред которыми нужно, которых нужно страшиться и трепетать пред Словом Божьим, пред величием Его, они над всем этим насмехаются, они кощунники, они хульники, они хулят Бога и Слово Его своими насмешками. сейчас даже в самой серьезной порой церковной передаче выступают подобные хульники, которые, ну, иногда, не всегда, но иногда бывает, которые насмехаются, которые бесконечно гогочут, занимаются скалозубством и порой насмехаются над самыми серьезными вещами, над которыми следовало бы им, этим хульникам, скорее плакать, оплакивая свою будущую участь. Так вот, правители народа в Иерусалиме это хульники, очень суровая, такой выговор Исайя в адрес правителей Иерусалима здесь обрушивает на их головы и велит им все-таки слушать Слово Господне, над которым они насмехаются, которые они хулят. Слушайте, говорит он им, Слово Господне, вы правители народа, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней, сделали договор, когда всепоражающий меч будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Правители, которые считают, что они в безопасности и считают, что смерть и преисподней их не поглотит и враг их не завоюет, потому что у них и со смертью союз, и с преисподней договор, есть такой образный поэтический язык, и всепоражающий бич будет проходить, не дойдет до них. На самом деле, они напрасно тешат себя такими несбыточными надеждами, и все это как раз с ними случится. И смерть, и преисподня, и ни в какую яму, ни в какой бункер, ни в какое убежище им не спрятаться от Господа, никакими крепостными стенами самыми мощными им не отгородиться. Ложь и обман – это все. Любое оружие – ложь и обман, любой конь – это ложь, и любая сила оружия оказывается словно соломой, если человек полагается не на Господа, а на собственную ложь, на собственное оружие, на обман. То, на что полагались правители Иерусалима, их не спасло. Полагаться надо на Господа, а потом уже на крепостные стены и на силу оружия. Оружие, если Господь не укрепляет, то напрасно и оружие в руки брать, оно тебе не поможет. Сила в Господе, в правде, как один сказал. Посему, так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Вот этот камень, это божественное основание, которое здесь метафорически уподобляется камню, в Новом Завете часто эта метафора применяется ко Христу. В Евангелии от Матфея вспомним некоторые послания, где именно Христос, Иисус Христос назван краеугольным камнем. Здесь камень основательный, камень, который полагается в основании здания, испытанный, Бохен, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, то есть полагающийся на него, этот камень, он не постыдится. Этот камень полагается в основании на Ционе. Цион, святая гора, чаще всего отождествляемая с Храмовой горой, вот эта самая святая гора, на ней полагается камень. В Новом Завете Сион и камень эти две метафоры применяются к Церкви и Христу, но не будем исключать и прямое историческое значение этого. Для того, чтобы спастись от ассирийцев и вавилонян, современникам Исаии нужно полагаться на этот камень, твердое основание, божественное основание, чтобы у них, чтобы они полагались на Господа, а не на собственное оружие и перестали быть хульниками. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребиться убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, никуда не спрятаться правителям Иерусалима, когда придет враг». И тогда словно град и словно воды потопят место укрывательства эти воды и разрушат этот град божественный. «И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподними не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». То же самое, что произошло с венком гордости пьяных и фремлян, то самое произойдет и с гордыми, нечестивыми правителями Иерусалима. Они сами будут попраны, растоптаны, втоптаны в грязь врагами. «Как скоро он пойдет, схватит вас, враг. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет нушать ужас. Огромные будут истерийские полчища, и ужас будет сопровождать их нашествие. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко, и одеяло, чтобы завернуться в него. Нельзя будет укрыться, и не будет пространства иудеям в осажденном Иерусалиме». Здесь, по всей видимости, в 20 стихе используется какое-то народное расхожее выражение, какая-то поговорка. «Ибо восстанет Господь, как на горе Пероциме». Пероцим, пероц – это глагол, термин глагольный, означающий прорываться, вырываться, распространяться. «Разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое чудное, свое действие». Исайя здесь отсылает к известным историческим событиям, и слушатели его проповеди, его пророчества должны помнить, конечно же, о чем здесь идет речь. Долина Гаваонская связана, по всей видимости, с историей завоевания Святой Земли под руководством Иисуса Новина, гора Пероцим. Тут тоже события, связанные со священной историей, непонятно, какие точно. Понятно было, слушателям Исаии, скорее всего, больше, чем нам. Но вот Исаия ссылается на исторические события, когда явно было действие, вмешательство Божье в те брани, которые вел его народ. И вот как тогда Господь сделал свое дело, и силою Божьей, божественным содействием израильтяне побеждали, то есть и теперь он совершит свое необычайное дело, и совершит чудное свое действие. Только оно уже будет обратного направления, не в поддержку израильтян, а для их наказания Господь силою вражеского оружия поразит свой собственный народ. И так не кощунствуйте, обращается Исаия к правителям, 22 стих, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Если под всей землей здесь понимать всю землю вообще, всю планету, то данное пророчество имеет асхатологическое значение. Если под всей землей здесь понимать Эр-Цисраэль, землю Израиля, святую землю, то тогда конкретно историческое толкование прежде всего должно здесь быть у этого стиха. Но поскольку не кощунствуйте, обращается к своим современникам, то, я думаю, полагаю, что имеет конкретное историческое значение. По всей видимости речь идет о тех временах, когда ассирийцы угрожали Иерусалиму в 701 году войска Санхирива и его полчища, посланная им из Лаиша, угрожали Иерусалиму. Он обращается к ним не кощунствуйте, не кощунствуйте. Вот здесь глагол того же самого корня, который был термин, термин хульники, чуть выше мы видели летс, и вот здесь он обращается к ним альтитлотцацу, тоже тот же самый корень, летс, альтитлотцацу, не кощунствуйте, не хулите, не поступайте так, чтобы ваши слова и действия расценивались как кощунство, поступайте прямо, по правде Божьей, не в силе Бога в правде, скажет позже Александр Невский, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Узы враг, когда захватывает правителей, заковывает их в узы. Дальше с 23 стиха до окончания главы следующее пророчество, такое несколько в стиле литературы мудрых Израиля написанное, говорится о мудрости, о правильных действиях, о том, как поступать, и здесь много говорится о сельскохозяйственных культурах, которые сеют, которых потом собирают урожай. Преклоните ухо, типичное выражение для книги притчей Соломоновых, например, для псалмов и связанных с направлением таким вот как хохма, премудрость, обращение прямое к слушателю, к читателю, преклоните ухо, послушайте моего голоса, говорит как бы персонифицированная премудрость, в данном случае говорит пророк Исаия, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Конечно, не всегда. Земледелец занимается посевом, когда время для посева, а когда время не для посева, чего ему землю-то бороздить? Землю бороздят, когда сев, когда посевная компания. Нет, говорит он пророк, когда уравнивает поверхность и он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. В любой профессии наставник Бог, земледелец, рыбак, пастух, Господь наставляет и руководит таким человеком. Традиционные профессии, обычные профессии крестьянские. Ибо не молотят чернуху катком зубчатым и колес молотильных не катают под тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбирают, но не разбивают его и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. О чем это? Каждая культура, каждое зерно, каждое семя требует своего подхода, своей обработки, своего сева, своего сбора и своей обработки. Нельзя обрабатывать одну культуру теми методами, которыми обрабатывается другая, иначе ты погубишь урожай. И поэтому для каждого действия, которое делает человек, действие должно быть правильным. Для разрешения той или иной ситуации, и личной, и общественной, нужно применять правильные методы. Нельзя методы применять неадекватные. Часто мы видим применение неадекватных методов или неадекватных наказаний, которым удостаиваются люди за какие-то вообще незначительные мелкие проступки, их словно молотильными досками колотят и избивают их в органах. За какой-то совершенно незначительный поступок. Бросил он пластиковой бутылкой в кого-то. Зачем его за это избивать до полусмерти и сажать на много-много лет в тюрьму. Вот здесь он говорит, обращается это пророчество к своим современникам Исайя. Ну, зачем вы поступаете неадекватно? А поступайте в соответствии с тем, какое совершено действие. Противодействие должно быть соответствующим. Ни больше, ни меньше. Поучитесь у крестьян, говорит он, как они поступают. У них все правильно. Всему, в каждой культуре свое место и время и способы ее культивации. И это происходит от Господа Савуофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Его премудрость велика и дивны его судьбы. Все от Господа. И это, то, что происходит с иудеями, что когда-то произошло с израильтянами, оно происходит по воле Господней. Вот таким замечательным возгласом, прославляющим Господа, заканчивается эта 28 глава. Но серия пророчеств против Иерусалима, против Иудеи продолжится в следующей главе, к которой мы, надеюсь, приступим в скорости. Запись делается для библейского портала Экзегет. Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...